Армения Пашинян имел хорошую возможность играть на этом и выдвигать свои условия, в том числе и России. Об этом написал армянский блогер Ишхан Вердян. Пашинян просто не подчинялся, потому что он видел выход для Армении. И для того, чтобы лишить Пашиняна этой возможности, нужно было придумать ситуацию, при которой и Россия, и Турция будут одновременно против Армении. Задача не из легких, но для умных людей нет ничего невозможного. И вот умные люди придумывают организовать этот пресловутый саммит и подают его так, что со стороны это выглядит как акт против Азербайджана, Турции и России одновременно. И оно так и было принято Турцией, Азербайджаном и Россией. Официальные заявления всех трех сторон это подтверждают. Таким образом, саммит загоняет Армению в страшный капкан, в котором со всех возможных сторон на нее сыплются плохо прикрытые угрозы. А Армения просто игнорирует эти угрозы. Она не хочет понимать, что ее выживание зависит от тех стран, которых она драконит своим саммитом. Иными словами, ничего хорошего для Армении этот саммит не будет означать. Он организуется для того, чтобы окончательно вогнать Армению в зависимость от России и таким образом отрезать для нее возможность суверенного развития. Ну что же, давайте подождем его итогов. И если я окажусь прав, то Пашиняна ждет эпический крах. Впрочем, как и Армению, пишет блогер. Отметим, что саммит США ЕС Армения пройдет сегодня 5 апреля в Брюсселе.